Сейчас у нас комментарий Торы. Это недельный раздел по еврейской традиции. Мы читаем каждую неделю Пятикнижие Моисеева, как разделено на 54 недельных главы. И в течение года мы читаем эти главы, мы вспоминаем то, как Бог избирал, создавал и проводил еврейский народ и через всё это обещал Мессию. И сравниваем, как бы видим через призму Нового Завета, как это всё происходит и размышляем над этим. Сегодня у нас глава «Шмот» — это открытие книги «Исход». Мы закончили читать «Бытие» и начинаем читать «Исход». Получается, с первой главы по шестую главу. В этой главе у нас рассказывается о том, как фараон делает евреев рабами у себя там в своём царстве. Говорит всем поветухам еврейским, которые принимали роды у еврейских женщин, чтобы они мальчиков убивали, когда они рождаются. Потому что еврейский народ очень сильно размножился и ему они больше были не нужны. Он боялся того, что евреи захватят власть. Они как бы восстанут против него, против египтян и захватят власть. Поэтому он сделал такой приказ. Поветухи этого не делают. И он говорит, чтобы в Нил бросали новорожденных детей. У Яхеви, дочери Леви, её мужа Амрама, рождается сын. Не Амрама, а Амрама. Его помещают, как бы его в корзинку, да, там кладут и по Нилу пускают, ну, как бы оставляют там в реке. В камышах оставляют. И получается, что его находит дочь фараона. Она его усыновляет и называет Маше. Маше — это египетское имя такое. Ну, говорят, что оно как бы с еврейскими корнями. Затем в этой главе Моисей, он как бы возрастает, становится взрослым. И однажды он выходит из дворца своего и видит, как египтяне издеваются над евреем. Египтянин издевается над евреем. И он этого египтянина убивает, закапывает в песке. После этого фараон узнает, что он так поступил, как бы Моисей, и говорит, чтобы его убили. Моисей убегает в Медьян. И там он встречает свою жену у колодца. Это была одна из дочерей Итро. Он женится на ней, и ее зовут Ципара. Он там поселяется. И у горы Синай, когда Моисей пасет овец этого Итро, отца его жены, ему является Бог в Горячем Терновнике. Все знают эту историю, как Бог явился Моисею в Горячем Кусте. И Бог говорит Моисею, ты должен пойти к фараону и потребовать у него, чтобы тот отпустил мой народ, чтобы они служили мне. И говорит, что твой брат Аарон, он будет твоим помощником, как вы будете вместе, он будет твоим оратором, и ты будешь, ну вы будете, как бы, у вас будет такая команда. В Египте Моше и Аарон, они собирают старейшин Израиля, и говорят о том, что вот пришло время нам выходить из Египта, и народ верит Моисею, и фараон, конечно же, отказывается отпускать их, потому что это, ну Бог тоже говорил так, что он будет, как бы, противиться. И еще даже больше фараон говорит, я не знаю вашего Бога, и он еще больше ужесточает, как бы, давление над евреями, и он говорит им, вы будете работать теперь еще в три раза, больше. И в конце главы Бог, как бы, не понимает, ой, а Моисей, он как бы не понимает, почему так происходит, и он обращается к Богу и говорит, ты же сказал, что ты выведешь Израиль из Египта, а получается еще хуже, я пришел, стало еще хуже. И на этом заканчивается глава. Вот. Что будет дальше, смотрите в следующей серии. И получается, когда я читал эту главу, то на чем, как бы, что привлекло мое внимание здесь, сразу так, это то, что, это тот момент, когда Моисей был в пустыне, и он увидел вот этот горящий куст. И я начал думать о том, как Бог привлек его к себе, то есть, каким образом Бог привлекает внимание Моисея и человека, ну, просто, ну, как бы, к себе, да. Куст не сгорал, да. Это, вот, может, кто не знает, если эту историю, то спасибо, куст, он, Моисей шел, пас овец, овец, и увидел, что куст горит, но не сгорает. И, как бы, обычное дело, да, для пустыни, что в пустыне загорелся куст от большой температуры, да, и он мог сгореть. Но он не сгорал и просто, как бы, был невредим, оставался невредимым. И Моисей это заметил, и он подумал, нужно пойти посмотреть поближе, что же это такое. То есть пойду поближе и разузнаю, что это такое. Как мы видим, что это, как бы, не было таким невероятным сошествием Бога, да, к Моисею, там, как Бог не явился к нему сразу в облаке, не сошел, там, с громом и с молнией, сказал, вот я, Господь, и ты, там, избранный, иди туда, и ты освободишь мой народ. То есть Бог явился к нему через обычную, как бы, такую вещь, но она была не совсем обычная. И, то есть он, как бы, это не совсем, не сразу его испугало, оттолкнуло. И он, как бы, таким образом начинает с Богом разговор свой. И так же вот, как я понял, что, как бы, вот сейчас, ну, вчера Бог сегодня, и завтра Он тот же. И Бог, Он, как бы, открывается всем нам, всем людям по чуть-чуть. То есть, как бы, не сразу, да, Он, как бы, там, как-то врывается в нашу жизнь каким-то невероятным способом, чудесным, а какими-то вот, ну, может быть, у кого-то и так, но как в основном, то нас Бог привлекает к себе с какими-то своими небольшими чудесами, на которые мы можем обратить внимание. И вот, как написано в третьей главе, во втором стихе. «И явился Моше, ангел Божий, в сердце огня посреди колючего куста. Взглянул он, вот куст в огне, и не сгорает». И затем Бог говорит, вот, Моисею, сначала оно привлекает его внимание, да, человек подходит к Богу, то есть я сразу провожу параллель, да, нас и, как бы, и Моисея, то есть как привлекает Бог человека к себе. Мы что-то видим, что-то необычное, мы подходим, интересуемся этим, например, каким-то чудом в жизни других людей. И, как бы, таким образом завязывается проявление нашего интереса к Богу. Бог говорит потом к Моисею в двенадцатом стихе, третья глава, двенадцатый стих. «Я буду с тобой, и вот знак тебе, что я тебя послал, когда выведешь народ из Египта, все вы станете тогда слугами Бога на этой горе». То есть, как бы, он говорит, уже Бог говорит на будущее, да, Моисею, что на этой горе вы потом, все люди станут, как бы, моими слугами. Потом немножко, если, как бы, вот эта история, да, Бог дает обещание Моисею, что вы станете моими детьми на этой горе. И если заглянуть вперед немножко, то мы вспомним, что на этой же горе Бог является Моисеем уже и всем людям в большом громе, и там тряслась гора. И я немного, ну, как бы, это не из этой главы, но и следующей. Вот тогда прочитаю вам, как бы, да, что потом произошло. Это как, что будет в следующей серии? Немножко расскажу вам. Исход, девятнадцатая глава, восемнадцатый стих. «Гора Синай была вся в дыму, потому что сошел на нее Бог в огне, и дым поднимался, как дым печи, для обжига извести, и дрожала вся гора очень сильно». То есть изначально Бог, да, явился такой маленьким огоньком в этом кусте. И это привлекло внимание Моисея. Но затем, когда он говорит, когда ты все это сделаешь, то есть если ты поверишь мне, если ты пойдешь, как бы, и все это сотворишь, то потом вот что и произошло. Бог явился в огромном огне, огромным, как бы, своим откровением, сошествием на эту гору, и своим огнем он, этот огонь, как бы, стал больше. И его открытие Божье, оно стало еще больше. Бог открывается в совсем другом масштабе здесь. И сначала Бог явился к Моисею, когда он был один, да, то есть он был в пустыне, и там не было других людей. И, как бы, Моисей мог подумать, что горит куст, и со мной кто-то из него разговаривает. Наверное, я перегрелся на солнце, да, или у меня что-то не так, наверное, там, ну, с головой там, или еще что-то, я не знаю. То есть, но так как еврейский народ знал Бога, и он слышал о Боге, да, потому что он был потомком Авраама, Исхака, Якова, и там небольшое прошло, немного лет прошло после этого, он понимает, что с ним разговаривает Господь, и что это все реально. Вот, и он как нормальный человек, то есть, да, когда люди, мы как видим какое-то чудо Божье, да, мы потом начинаем сомневаться, то есть, ну, хочется, может, кому-то рассказать, но потом ты думаешь, что там, наверное, мне люди не поверят, что такое какое-то чудо там произошло, или какие-то такие вещи. И вот в 4 главе 1 стих, да, мы читаем, что исход 4 глава 1 стих. Когда Маше смог отвечать, он сказал, но они не поверят мне, ну, то есть, когда Бог ему говорил, пойди в Египет к фараону и выведи, он сказал, они мне не поверят, не станут меня слушать, и скажут, не являлся тебе Бог. То есть, как бы, он начал сомневаться в этом. Там идет долгий такой, как бы, спор, и он говорит, нет, я не пойду, я, как бы, не тот человек, я боюсь, как бы, и тогда Бог начинает показывать, как бы, ему свои чудеса. То есть, он говорит 2-й, 3-й стих, что у тебя в руке? Посох. Брось его на землю. И когда бросил Маше на землю, превратился он в змея, а Маше от него побежал. Вот, и когда Бог нас привлекает, да, потом мы начинаем с ним, как-то больше с ним общаться. Он нам начинает показывать свои какие-то чудеса, такие, и дает нам, как бы, власть. То есть, вот, как здесь он дает посох Моисею, каждому верующему Бог дает, как бы, власть, потом творить какие-то чудеса, чтобы мы могли показывать дела другим людям. И в 17-м стихе, потом идет 4-я глава, возьми этот посох в свою руку, будешь творить им чудеса, ну, Бог говорит ему. Бог открывается изначально нам, да, как поодиночке, то есть, как бы, внутри мы себя понимаем, да, что Бог показывает нам чудеса, он реален. мы можем, конечно же, бояться, сомневаться и спорить с самим собой и с Богом, что, как бы, а может быть, это и не так, а может быть, мне там что-то показалось, или мне не поверят, и как дальше вообще жить. И Бог показывает ему еще больше чудеса, чтобы он был уверен, да, что Бог с ним, и все будет так, как говорит Господь. И получается, что сначала в маленьком кустике Бог как бы себя проявляет человеку маленьким огоньком, потом мы ему начинаем доверять, верим в это, он показывает свои чудеса, то есть, открывается нам больше и больше, и дает силу, которой мы можем творить чудеса, как бы, для других людей. Ну, как бы, не все, но, то есть, там, это как уже больше вопрос о дарах духа, да, но это другая тема. И через нас потом Бог может открываться другим людям все больше. И, как бы, если представить эту вот всю ситуацию, то как бы это было так, что Моисей шел, и Бог явился к нему через куст и говорит, эй, Моисей, пойди и выведи мой народ. То есть, это, ну, как бы, я буду сейчас немного идти уже к концу, потому что у меня немного времени. И у нас у всех есть, вот, мы, у нас у всех есть та группа людей, которая находится в рабстве, да, в наши, наши знакомые, наши, там, какие-то друзья. И мы все, ну, как, сделаю только сравнение, как мини, мини Моисеи такие, да, в своих, в своем окружении. То есть, к которым Бог обращается и говорит, то есть, вот тебе власть, вот тебе посох, вот тебе, как бы, твоя сила, иди к ним и выведи этих людей из рабства. Почему мы можем выводить из рабства? Потому что мы выводим людей уже не из физического рабства, а из духовного рабства с помощью Ишуа. И есть также мнение, да, что из этого куста к Моисею говорил именно Ишуа. Потому что в Иоанна, восьмой главе, двадцать пятый стих, Ишуа говорит, что я тот сущий, как я говорю вам. То есть, там есть такая трактовка, что как бы он говорит словами Бога. Получается, что Моше был освободителем Израиля в пустыне от физического огнета, и я провожу его параллель с Ишуа. То есть, Моисей был тогда освободителем, Ишуа освободитель сейчас. это два сына Израиля, два как бы по национальности, да, я имею ввиду. И они были два избавителя, которые избавили народ, в первом случае, Моисей избавил народ от физического рабства, во втором случае, Ишуа избавляет всех людей от рабства тьмы. И вот как бы также его вот Моисея сравнивают раввины некоторые, есть такой раввин Раши, он говорит, что он сравнивает, он говорит, что Машиах придет на осле, то есть, он как бы это говорят иудеи, которые именно раввины. Есть такое у них как бы предсказание. Ишуа, он приходит на осле. И в конце хочу сказать, что вы можете дома почитать еще главу, первую Матфея главу. Там написано все как бы родословие от Авраама до того, как родился Ишуа. И через это прослеживается весь как бы родословное, что Он обещанный Мессия, и что Он избирает нас из горящего куста. Теперь как бы через те чудеса, которые мы видим в других жизнях, мы к Нему приходим, доверяем Ему, и потом мы можем идти и освобождать других людей из рабства тьмы. Музыка, Музыка,